Итак, мои дорогие слушатели, каждую осень наступает момент, когда, я сегодня объясняла это, появляется либо кровоточивость, но и появляется заболевание ног и суставов. Если в летний период мы просто не замечали этого вопроса, просто потому что мы занимались другими делами, мозг был отвлечен. И вот сейчас все начинают рассматривать свои ноги, что увеличилась сеточка на ногах, что вдруг начали прихрамывать, голеностоп заболел на одной или другой стороне. То есть проявляются заболевания сосудов ног и заболевания суставов в ногах практически одномоментно, опять в осенний период. И связано все у нас с нарушением кровообращения в стопах, в суставах, в голеностопных суставах, в тазобедренных суставах, с застоем вот этой удивительной жидкости, которая в нашем организме называется лимфатическая система, которая состоит из сети лимфатических сосудов, органов и клеток, которые расположены по всему организму. Так вот, если мы с вами посмотрим на эти удивительные лимфатические узелки и лимфатические сосуды, посмотрите, как они у нас интересно распределены в теле. И вот одно из самых крупных сплетений лимфы – это лимфатические паховые узлы. Посмотрите, насколько их много. Всего у нас их тысяча по телу. 600 из них находятся в области желудочно-кишечного тракта. Они вырабатывают иммунные клетки, чтобы наш желудочно-кишечный тракт справлялся с хроническим воспалительным процессом, который мы можем с вами, просто покушав не то, сметь. То есть мы имеем отравляющие какие-то моменты, что-то не то покушали, не подходящее нам. И вот уже идет хронический воспалительный процесс наследствия кишечника. Продукты воспаления усиленно собирают висцеральные лимфатические узлы. Висцеральные лимфатические узлы находятся между петлями кишечника. Собрав продукты воспаления, они увеличиваются и нарушают кровообращение. Ибо у нас лимфатические узлы лежат на сосудах. Посмотрим, как у нас лимфатические узлы лежат на сосудах в животе, на брюшной аорте. Посмотрите, вот здесь вот эти вот желтенькие, такие же, как у нас на шее при ангине, желтенькие пузыречки. Они вынуждены увеличиваться в ответ на любой воспалительный процесс, который происходит у нас в желудочно-кишечном тракте, в том числе в желудке. И, собираясь продукты воспаления в лимфатических узлах, они его увеличивают. И тогда начинается процесс механического сдавления сосудов, которые кровоснабжают колено, голеностоп. И в результате там возникают застойные явления. Застойные явления проявляются, застойные лимфы проявляются прежде всего болью. Так что появление боли, это еще не значит, что воспалительный процесс в колени идет. Это значит, нарушилась проницаемость слизистых кишечника и увеличились лимфатические узлы, которые находятся у нас в желудочно-кишечном тракте. Висцеральные лимфатические узлы. Затем начинают увеличиваться паховые лимфатические узлы. И вот тут к болям в суставах присоединяется уже ветка синяя на ногах. Потому что уменьшается скорость оттока по вене, продуктов воспаления и продуктов жизнедеятельности. Прежде всего лимфатическая система, это канализационная система нашего организма, она собирает отжившие клетки. У нас обновление клеток идет. Один раз в пять дней весь желудочно-кишечный тракт у нас обновляется слизистой оболочкой. А если идет воспалительный процесс, конечно, у нас так же, как гланды при ангине увеличиваются, а это тоже гланды, элемент, как и аппендикс, элементы лимфатической системы, увеличившись, они начинают влиять на сосудистую систему. Сосудистая система вынуждена защищаться созданием застойных зон. И в результате в эти застойные зоны приходят микроорганизмы. Вот и возникает уже артроза, артрит. Поэтому главной задачей при заболевании одновременно варикозное расширение вен и артроза, артриты, все это вы можете проверить у специалиста, вам уже покажут картинку нарушений, покажут те места на УЗИ сосудов, например, ног, где у вас идет сужение, насколько у нас в результате застойных венозных дел возникла клапанная недостаточность, то есть обследование обязательно, вы должны знать динамику, раз в 5 лет вы должны смотреть кровообращение не только сосудов головы, шеи, вы должны смотреть кровообращение ног, если какие-то симптомы вам об этом начали показывать. Даже если появилась уже сеточка на ногах, мы говорим, что идет воспалительный процесс, лимфатические узлы сдавливают вены, нарушается отток венозной крови, приток артериальной крови, посмотрим, как вся наша лимфа распределяется по всему организму, потому что удивительный учебник, учебник анатомии Флоренции, мы-то смотрели все это, когда были студентами в ПАД анатомии, мы смотрели это на трупах, а вот сейчас студенты чаще всего смотрят на картинку, на лимфатическую систему, так вот, это учебник анатомии Флоренции, где показывали наши лимфатические узлы. Вот посмотрите, если вот такой узелок, лежащий под кожей, сдавит нам вену, то вена начинает проявляться, ибо возникает застой. Вот вам природа сеточки, которая у нас, у кого появляется на ногах, у кого на животе, сейчас очень много деток с варикозом в области груди. И вот посмотрите, как в шейном отделе этот лимфатический узел может увеличен, так может быть все это увеличено и в паху. Вот здесь мы видим, всю лимфатическую систему нам показали. То есть на сосуды лимфатические узлы и протоки влияют, посмотрите, непосредственно, вот мы видим с вами сосуд внутри проходящий, в любом месте у нас может находиться, и лимфатические узлы. При увеличении, как при ангине, при ангине мы говорим, мы нарушаем мозговой кровоток, при воспалении в кишечнике и увеличении паховых лимфатических узлов мы нарушаем приток и отток в ногах, поэтому идет отек, вот сейчас осенние отеки появляются, у нас появляется сеточка на ногах, или уже непосредственно боли, как в суставах коленных, так в тазобедренных, так в голеностопных суставах. Вот осеннее обострение воспаления хроническому в желудочно-кишечном тракте, связанное с застоем желчи, нарушением переваривания, я все это говорю более подробно в каждом своем ролике, потому что те, кто заходит первично, он может, конечно, мне написать довольно-таки интересные фразы, например, доктор прилетела, улетела и ничего не сказала. Так вот для того, чтобы понять любой вопрос, а я с каждым пациентом разбираюсь на своем приеме, 2 часа, не 15 минут, как в поликлинике, а 2 часа для того, чтобы понять, в каком месте у нас произошло у него нарушение движения крови и почему возникли те или иные заболевания. Я обязательно смотрю кровь периферическую под микроскопом, чтобы разобраться. И вот мы с вами говорим, обострение идет как грибковое, так и протозойное осеннее, увеличивается размер паховых лимфатических узлов, нарушается кровоснабжение суставов, возникает застойное явление в венах. Итак, чем же мы можем сейчас помочь? Во-первых, как всегда, мы опоздали. Помочь себе надо было до того, как. Но, коли мы с вами опоздали, значит, как можем на теперешней ситуации? Во-первых, это регулирование численности микрофлоры. Должны были с вами начать все это применение фитотерапии, которую я применяю, еще с вами в сентябре. Но хорошо, сейчас ноябрь, если у вас эта тема есть, хотя бы один месяц, полтора месяца, ноябрь, декабрь, мы с вами восстановим численность микрофлоры в желудочно-кишечном тракте. Это самые простые травки, которые применяет весь мир. Вот я применяю метавит, артромакс. Корень лопуха, корень одуванчика, хвощ полевой, аэр болотный. Вместе эти травочки дают противопаразитарный комплекс, который мы пропиваем два раза в день. Одна капсулка одного в завтрак, еще одна в завтрак, две утром, две вечером. Так мы применяем 60 дней. Оптимально, конечно, два месяца, чтобы отрегулировать численность микрофлоры. Не значит, что мы ее убьем. Мы ее уменьшим, и лимфатические узлы у нас просто сдуваются. А если они уменьшаются, в них продукты воспаления, значит, у нас издавление сосудов уменьшается. Мало того, мы должны с вами помнить, что при наличии аллергических заболеваний мы не должны применять фитотерапевтические комплексы. А сейчас, что не ребенок, что не взрослый, это обязательно проявление аллергии какого-либо плана идет. Мы применяем кору муравьиного дерева, паудеарку. Она разрешена нам, эта кора, так же, как и кора дуба, разрешены нам, а не монофитотерапия при аллергических проблемах. Поэтому достаточно бывает одной капсулки отрегулировать численность микрофлоры в желудке, в кишечнике, чтобы мы уменьшили увеличение лимфатических узлов в паху, и чтобы восстановили кровоснабжение в ногах. Вот они, лимфатические узлы. При регулировании численности микрофлоры они уменьшаются. Если у нас аллергическая реакция усилена, мы с вами можем применить пробиотики. Пробиотикам, которые я люблю применять, это пробиотики ЭМ-куранга. Просто в моей практике она показала эффективность. Она тестируется у большинства моих пациентов. Все это я применяю сама, все это я наблюдаю в своем кровотоке, и знаю, что я могу отвечать за эти препараты, они у нас работают. Опять, применение пробиотика можно ежедневно по 3 штучки, это максимум, а оптимум это все-таки 2 штучки, завтрак, ужин. Или таблетки, когда у нас более поражены слизистые, желудка, чтобы сразу у нас отрегулировалась численность микрофлоры непосредственно в желудке, если есть проявление боли в эпигастральной области, применяем. И можем воздействовать с вами непосредственно на область сигмовидной и прямой кишки, которые позволят непосредственно отработать паховые лимфатические узлы. Вот сколько практики я уже имею давнишней, я пришла к выводу, что если мы не убираем сужение просвета в сигмовидной кишке, посмотрите, пожалуйста, на сигмовидную кишку, вот она здесь находится. И вот в осенний период у нас сужается просвет, появляется запор. Запор – это сужение просвета, прямая сигмовидная кишка, и в результате давление на сосуды левой ноги увеличивается. Поэтому вы можете сами себя сейчас проверить, есть ли у вас проблемы левой ноги, это воспаление кишечника слева. Если у вас есть проблемы и веночки более выражены на правой ноге, и более выражены заболевания и болезненность в суставах с правой стороны, мы имеем проблему восходящего отдела кишечника. Но тот и другой процесс мы можем регулировать через сигмовидную кишку. Это такая уникальная возможность воздействовать на паховые лимфатические узлы непосредственно не через желудок на слизистую прямой кишке, а непосредственно через прямую кишку. Поэтому мы применяем ректальные суппозитории, потому что часто имеются язвочки. Эти язвочки кровоточат. И применение более жестких методов, я вот ушла от проведения клизм. Это при целостности слизистой можем делать, но я не всегда бываю уверена со своими пациентами, что у них отсутствует язвенный процесс на слизистой прямой и сигмовидной кишке. При обследовании сосудов часто выявляют эту проблему. Мы применяем свечи на ночь перед сном. Это свечи амарантовые. Это свечи фитогемостатические, которые применяются при кровотечениях. Останавливаются кровотечения. Применяются просто травочки здесь у нас имеются. Свечи при целостности слизистых. Это чесночные. Это урологические свечи. Это свечи бобровая струя. Всё можете вы у нас посмотреть. В интернет-магазине у нас есть информация об этих препаратах. Вы можете с ними познакомиться. Самое важное, что в практике врача они показали свою эффективность. Итак, применение внутрь регулируемой численности микрофлуры уменьшается. Размер лимфатических узлов. Непосредственно работая по прямой и сигмовидной кишке, мы ещё ускоряем процесс уменьшения размеров лимфатических узлов. И как при ангине мы с вами ставили компресс на горлышко для того, чтобы у нас уменьшились гланды, мы с вами в паховые лимфатические узлы применяем щёлочь. Начинаем применять щёлочь. Мы с самого простого, то есть препараты виватона. Я всегда рекомендую начинать не с экстракта виватона, потому что мы не знаем с вами реакцию слизистой на экстракт виватона, а это раздражающий эффект у него есть. Мы применяем с вами желе-маска с пектином. Мы первоначально 1-2 месяца вбиваем в паховые лимфатические узлы. Вбиваем это не значит долбим. Это легко-легко, лёгкими движениями. И наше тело съедает. Не должно оставаться нанесённой пасты, которую вы нанесли на тело. Я об этом многократно говорю и на себе показывала, и на мне это всё показано. Если вы хотите познакомиться серьёзно с вопросом, вы должны серьёзно всё-таки просмотреть 1, 2, 3 ролика. Их одноимённых многократно на разных пациентах. Поэтому тот, кто хочет найти ответ у меня, вопрос на сайте, придётся немножечко поработать. А те, кто залетели, улетели, ну пока ещё, значит, их проблема не достала. Итак, второй препарат, который мы применяем, это виватон, желе-маска с живицей. Значит, можно применить желе-маска с пектином наружно после купания. Вы можете применить эти препараты на ночь. У нас вы можете получить процедуру в центре, которая называется пропитка виватоном. Тогда мы применяем экстракт виватона. Некоторые мои пациенты сразу приступают к обработке тела экстрактом виватона, но получив какой-то раздражающий аспект, начинают мне задавать вопрос, почему у меня так получилось. Я всегда говорю так, чем больше болота в вашем организме, а лимфатическая система, вот она и представляет собой систему канализации нашего тела, о которой мы часто забываем, забываем о взаимосвязи лимфатических узлов и сосудов. Эта система требует постоянной очистки. Если мы с вами не будем унитаз чистить, если мы с вами не будем чистить канализационные трубы, мы в этой помойке так и останемся. Потом пойдут затвердения, и это уже опухоли. Итак, применение в зонах боли. Зоны боли всегда показывают. Лимфатические узлы увеличились в размерах. Они сдавили сосуды наружно, возникла застойная зона, рецепторы боли, нацицепторы, они у нас сигнализируют о том, что в этом месте возник застой, в этом месте возникло закисление. Значит, как процедура, вы дополните уже у нас лимфатический массаж в центре, можете пройти, затем пройти висцеральную коррекцию или массаж внутренних органов, и все это завершить пропитками мимиватона. Вот такой интересный цикл. Если вы еще подключитесь сюда к подбору питания, а мы с вами будем говорить на прямом эфире о подборе питания, он у нас состоится 14 ноября в 19 часов. Мы встретимся с вами на моем канале Ольга Шишова в YouTube. Я вас жду. Мы обсудим вопросы, в том числе, как уменьшать размер лимфатических узлов с помощью питания. Поэтому желаю вам не иметь варикозного расширения вен, предупреждать эту серьезнейшую проблему, потому что ухудшение качества питания каждой клетки в организме, это разрушение уже организма, и не иметь боли в суставах, и применять, и оценивать каждую боль в любом суставе, как застывшую лимфу. Отрабатывая лимфатическим массажем места, которые отвечают за доставку нашей крови к любой клетке, мы можем предупредать с вами артроза, артриты, тендовагениты, заболевания, которые связаны уже с деградацией наших тканей. Удачи вам!